Речит энд Клэнг Сюжет игры, как обычно, богат на события, но главная роль отведена тут не сюжету. На первом месте, как обычно, ураганный экшен. В Сайс Мэттас почти каждый движущийся объект подлежит отстрелу, да и большинство неподвижных тоже не мешает проверить на прочность. Уже с самых первых минут противники нападают со всех сторон. Крабы, похожие на огородные пугалоандроиды, вооруженные до зубов роботы толпами лезут на экран. Однако и наши подопечные не лыком шиты. Речит умеет не только обращаться с любым огнестрельным оружием, но и мастерски орудует гаечным ключом недетских размеров. Клэнг на деле тоже робот-непромах, что особенно хорошо заметно во время вылетов в космос. Кроме оружия, в распоряжение героев со временем попадает и солидный набор гэджетов. Они пригодятся в том случае, если понадобится преодолеть какое-нибудь серьезное препятствие. Не забыли авторы и о броне. Целых четыре комплекта припрятаны на уровнях. Только успевайте искать. Многопользовательские баталии уже давно стали одним из главных козырей Речита и Клэнга в борьбе за новых поклонников. Неудивительно, что и в Сайс Мэттес о них не забыли. Игра поддерживает как Ad-Hoc, так и инфрастрекча-режимы. В обоих случаях участвовать могут до четырех человек. К их услугам разнообразный список карт и несколько вариантов соревнований на выбор. От привычного Deathmatch до заковыристого Iron Lombax Challenge, в котором соперники должны выполнять специальные задания, стараясь опередить друг друга. Кроме мультиплеера, Сайс Мэттес предлагает не самый плохой набор мини-игр. Сами по себе они, может быть, стоят немного, но наверняка помогут отвлечься от рутинного уничтожения сотен врагов. Графика по меркам платформы великолепна. Не пожалев ни полигонов, ни текстур, разработчики наглядно доказали, что портативная консоль от Sony способна на многое. Как нетрудно заметить, картинка в Сайс Мэттес не так уж сильно уступает предыдущим частям сериала. Даже самым капризным пользователям придраться будет решительно не к чему. А уж по части спецэффектов и внимания к мелким деталям, игра от High Impact Games, пожалуй, заткнет за пояс подавляющее большинство проектов на PSP. Разумеется, без мелких огрехов не обошлось, но многие из них удачно замаскированы благодаря небольшому размеру экрана. Со звуком дела тоже, в общем-то, обстоят хорошо. Слушать диалоги, особенно при хорошем знании английского, одно удовольствие. Первую скрипку, как водится, играет парочка главных героев, но и второстепенные персонажи вроде шепелявой коротышки Луны не отстают. Появление Сайс Мэттес дает повод надеяться, что для PSP еще далеко не все потеряно. Да, ближайший и фактически единственный конкурент ушел далеко вперед. Да, независимые издательства не торопятся осыпать платформу градом блокбастеров. Зато сама Sony и ее ближайшие союзники боевого задора явно не теряют, и данный проект тому доказательство. Так что играем, получаем удовольствие, а заодно и ждем продолжения. И чем скорее, тем лучше.